Всем большой привет и добро пожаловать на мой канал. Начинаем новый влог. Я сегодня влог начинаю с 1 мая, потому что у нас сегодня 1 мая, день праздника, с чем я вас и поздравляю с днем весны и труда. У нас в Греции 1 и 2 мая выходные дни. Сегодня никто и ничто не работает. Все выходят на природу, жарят шашлыки, кто-то у себя на балконе это делает, другие идут в рестораны. Мы тоже не стали исключением и с друзьями закрыли столик в ресторане. Так что сегодня мы с ними встречаемся, пообедаем, потом обязательно сходим на кофе. Но естественно я по мере возможности вам поснимаю. Мой старший сын Христо будет вместе с нами, ну а младший Янис не захотел пойти вместе с нами. Он останется дома, позовет своих друзей и они проведут этот день у нас. Они очень любят посидеть у нас на балконе. Так что пускай делают так, как им нравится больше. Сегодня у нас на улице очень тепло. Конечно немного пасмурно, но я надеюсь, что дождя не будет. И знаете, вот это 1 мая. Обожаю этот день, этот праздник, потому что у меня с этим днем связаны такие воспоминания о детстве. Когда 1 мая мы приходили в школу уже в белых фартуках по праздничному, да, и в белых гольфиках, когда мы снимали уже эти толстые колготки и надевали гольфики. И у меня были такие красивые гольфики с разными помпонами. И ты идешь, такая мама тебя держит за руку и ведет в школу, и ты думаешь, что вот весь мир смотрит на твои белые гольфики. Ну, не знаю, это незабываемые воспоминания и чувства, потому что пахнет уже весной, ты знаешь, что уже идет лето. Не знаю, 1 мая для меня какой-то особенный день и незабываемые воспоминания. В общем, девочки, я уже готова, осталось мне только одеться. Я знаю, что вам нравится рубрика образ дня, так что сейчас оденусь и покажу вам, в чем я иду. Ну что, девочки, вот такой образ у меня сегодня. Одела свою любимую футболку, любимые черные брюки. Они такие и спортивные, и в то же время классические. На ноги надела белые кеды, очень мне нравится сочетание пиджака и кедов. Этот пиджак из Zara покупала, наверное, 4 года тому назад. Пуговиц нету, такой легкий пиджачок. Ну и карманы тоже, это псевдокарманы. Одела также новые серьги и кольцо, которое брала из Алиэкспресс. Кольцо одела вместе со своим обручальным кольцом. И часы. Часы это Майкл Корс. И последнее из аксессуаров это очки и маленькая сумочка. И все, я готова. Продолжение следует... После ресторана мы решили спуститься на набережную. Прогуляться немного, ну и выбрать кофейню, где бы мы могли выпить кофе. Набережную в Салониках омывает Эгейское море, кто не знает. Тут же в Эгейском море находятся и полуостров Халкидики, и знаменитый остров Родос. Вдалеке виден порт Салоник. А это статуя Александра Македонского. Красуется здесь на небольшой площади, прямо на набережной. А здесь небольшая лестница, которая спускается к морю. И перила, на которых влюбленные ставят замки со своими инициалами. Ну а здесь, в сердце набережной, находится Белая башня. Это памятник архитектуры и Византийский музей. Если вы когда-нибудь окажетесь в Салониках, то посетите его обязательно. Ну и так, медленным шагом, потихонечку мы подошли к кораблям, которые делают тур по морю. На самом деле это кофейни. Ты при входе ничего не платишь, но заказываешь себе обязательно какой-нибудь напиток. И вот здесь стоял Джонни Депп, который зазывал на свой пиратский корабль, в который мы поднялись. Весь корабль исполнен в стиле пиратского судна. На первом этаже оно похоже на дом, потому что, в принципе, это судно являлось их домом. Ну и складом, естественно. А на втором этаже располагается кофейня. Вот именно туда мы сели. Мы заказали кофе и ждали, наверное, где-то 30 минут, пока корабль заполнился людьми. Ну и сама прогулка по морю длится тоже 30 минут. Ну а вот здесь мы потихонечку отчаливаем уже и выходим в открытое море. Очень интересно было наблюдать со стороны моря на набережную и на здание. Здесь мы уже находимся у порта нашего города. Именно отсюда начинается набережная в длину 5,5 километров. И заканчивается она у Большого театра. Все любители пеших прогулок находятся здесь. Ходят и любуются прекрасным видом на термический залив. Ну а здесь мы проезжаем через площадь Аристотеля. Она довольно-таки большая. Ее окружают многочисленные отели и гостиницы. В принципе, вся набережная у нас полна отелями и гостиницами. Но между ними также располагаются и жилые дома. Корабль сделал свой круг. Мы опять подъезжаем к Белой башне. Судно идет на парковку. И вот как-то так завершилась наша очень интересная прогулка по морю. Напротив набережной находится международная выставка. Это выставочный комплекс, который располагается в центре города и занимает площадь 180 квадратных метров. Тут периодически организовывают выставки всевозможных товаров и изделий. На этот раз была выставка Дире Дегустация продукции местных производителей и выставка цветов. Мы, естественно, зашли на выставку цветов, но невозможно было не прогуляться среди такой красоты. Огромное количество разнообразных цветов и красок. Никак не хотелось уходить оттуда, но получили восхитительное настроение и массу положительных эмоций. Продолжение следует... Ну а здесь мы именно в той части, где находится продукция местных производителей. И тут семья изготавливает пончики. По-гречески они называются лукуматос. Мы просто не смогли равнодушно пройти мимо этих ароматов и заказали себе по одной порции пончиков. Дедушка жарит пончики, дочка их отправляет в мед, ну а маленькая внучка берет заказ и подает людям пончики. Вот именно этим сладким лакомством завершили мы свою прогулку и свой выходной день в целом. Девочки, я вышла на балкон, потому что вы у меня просили поснимать немного на балконе, как я здесь сижу и отдыхаю. Потому что я тоже иногда отдыхаю. Но я очень извиняюсь за шум, потому что, во-первых, здесь у нас проезжая часть, это не частный дом. И потом на втором этаже у нас продалась квартира, приехали новые жильцы, они затеяли ремонт. Так что, если будет очень шумно, извините. Как вы видели, мы вчера ездили на выставку цветов, но я ничего не покупала. Девочки, специально, потому что эта выставка проходила в центре города, прям, можно сказать, в сердце салоников. И все цветы там в два, а то в три раза дороже продаются. Поэтому я считаю, это нецелесообразно покупать цветы там, где можно купить их намного дешевле. Но, как оказалось, мой Христос со своими друзьями тоже сходил на выставку, которая проходила в соседнем районе, не в центре города, и купил мне цветок. Сейчас покажу вам. Вот такой цветок он мне купил, в моем любимом цвете, естественно. Девочка пришел, заходит такой, мама, я тебе купил цветы. Очень приятно было, девочки, прямо. Я не ожидала. Вот так что появился у меня новый цветок. Я сегодня уже купила кашпо, так что будем его пересаживать. У меня еще есть один цветок, одну геранье еще нужно пересадить. Так что будет у нас работа потом. Еще вторая причина, почему я не докупаю цветы, это потому, что я считаю, что балкон не нужно заставлять. Я и так думаю, что у нас довольно-таки заставленный балкон. Но для того, что балкон большой, это не значит, что его нужно заставить. И потом я уже оставила те цветы, которые у нас приживаются. Была бы моя воля, я бы себе купила только розы. Обожаю розы. Но они у нас портятся. Они всегда заболевают. У них появляются какие-то мошки, черви. Ну и в конечном итоге, что бы мы с ней не сделали, она загорает, погибает. Вот так что я уже оставила себе вот калы, которые у нас хорошо живут уже много лет. Вот эти небольшие деревья. Оливковое дерево. Бугенвилья хорошо у нас живет. Обычная герань. Королевская герань. Вот и наши алоэ, которые уже очень много лет у нас. Ну а розу, да, она у нас погибает через несколько лет. Я заново ее покупаю. Ну а один куст розы я всегда хочу у себя. Ну и гибискус. Гибискус я купила два года тому назад. Вроде пока что она держится. Ну будем смотреть. Вот такие дела, девочки. Давайте пересаживайте цветы, потому что уже вижу, погода портится. Уже довольно-таки бесплатно стало. Поехали. 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 Я пересадила цветы Здесь у меня герань И вот этот цветок Который не знаю, как он называется Так что, если вы в курсе, пишите И пошел дождь Так что я успела поработать Все, иду домой Потому что уже холодно Посмотрите на эту сплетницу Тоби, кто там? Тоби, кого ты там выискиваешь? И с другой стороны Конечно, нужно все проверить Тоби, пошли домой Пошли, потому что холодно Пойдем Я только что вернулась из супермаркета Вот что смогла, принесла Как говорится У меня кое-что закончилось Из бытовой химии Так что нужно было срочно бежать И кое-что из Хозяйственных помощников Решила показать, чем я пользуюсь Думаю, может кому-то будет и полезно Здесь у меня ватные диски По 120 штук в каждой упаковке Сразу беру много Потому что пользуюсь на ежедневной основе И чтобы каждый раз не бегать В супермаркет Сразу беру много Пускай будет Здесь у меня губки на замену Скотч Прайд Очень классные губки Ну и моя страсть и любовь Мои микрофибровые тряпки От Веледа Не променяю ни на какие другие Это жидкость для посудомоечной машины Которая придает блеск по сути Ну это таблетки для посудомоечной машинки Ну и здесь у меня жидкий Ариэль Для стиральной машинки Пользуюсь уже очень много лет У него просто бомбезный аромат И он очень деликатно относится К цветной одежде Цвета абсолютно не смешиваются между собой Хотя я пользуюсь специальными салфетками Но все же Когда у меня их нет С этим средством никаких проблем не создается Салфетки бумажные у меня тоже закончились Купила Ацетон для снятия лака Дезодорант тоже закончился И греческий йогурт Купила вот такую свежую кинзу Такой хороший пучок нашла И мягкие томаты Потому что мы сегодня будем готовить Чахохбили из грузинской кухни Ну и последнее это дрожжи Сухие дрожжи Девочки у меня такая история С этими дрожжами В прошлом несколько раз Я решила что-то испечь Все уже приготовила Достала Разложила Ну и в конце оказалось Что у меня дрожжи нет дома Они у меня всегда так заканчивались Что я не замечала И поэтому сейчас Каждый раз когда я иду в супермаркет Это уже какой-то комплекс у меня Всегда беру пакетик дрожжей Ну в моем случае Три пакетика Это были мои покупки Сейчас все разложу по своим местам И идем готовить Итак ребята Начинаем готовить Как я уже сказала Чахохбили Одно из наивкуснейших блюд В грузинской кухне Теперь Ингредиенты Которые я возьму Это Одна небольшая курочка Болгарский перец Вот какой болгарский перец Имеется такой и беру Три небольшие луковицы Два крупных зубчика чеснока И много томатов Ну и кинзы Если у вас нету кинзы Добавляйте петрушку Укроп Базилик тоже очень идет Ну кинза конечно Придает свой особенный вкус Этому блюду И первым делом Отправляем курочку В сотейник Томиться в собственном соку На сливочном масле Вот это секретный ингредиент Который придаст Просто шикарный вкус Нашему блюду Жидкость мы тут Абсолютно никакую не добавим Потому что и курочка Выделит сок И овощи И томаты Ну все Отправляю курочку на плиту И дальше покажу Что я буду делать С томатами Ну и тем временем Подготовим овощи Ой ребята Ароматы уже идут Бесподобные Просто Не могу вам передать Жаль что техника Не дошла еще до такого уровня Чтоб передавала И вот эти ароматы Просто приготовьте И попробуйте Овощи я уже нарезала Курочка у меня На медленном огне томится Она у меня будет томиться Ну полчаса точно Теперь я подготавливаю Томаты Что я буду делать Беру томат И с нижней стороны Делаю вот такие Крестообразные надрезы Переложу Конечно в другую посуду Потому что Эта посуда Маленькая И залью кипятком Оставлю в кипятке 2-3 минутки И потом Вот так С легкостью Я буду снимать Кожуру Она будет уходить Как по маслу Продолжение следует... ну вот курочка у меня тушится уже полчаса смотрите сколько влаги она выделила теперь отправляю сюда овощи перемешаю накрою крышку и оставлю их тушиться 15 минут ну и пока они будут тушиться я нарежу томаты мелким кубиком видите сколько овощей мы тут используем они также выделят свои вкусы свой сок это будет просто неимоверная вкуснота ну что девочки 10 минут прошли теперь добавляю сюда томаты добавлю также соль перец обязательно добавлю сухую аджику и оставлю еще все протушиться 10 минут ну и когда уже выключу огонь только потом добавлю кинзу а а а а а а а а а Ну что, девочки, мой обед готов Посмотрите, какой он получается Мы не добавили сюда ни капельки воды Запах божественный идет Вкус божественный В общем, девочки, не верьте мне Готовьте обязательно и пробуйте Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры сделал DimaTorzok